Духовные упражнения святого Игнатия — это мистический опыт. Как вы знаете, духовные упражнения святого Игнатия Лиоли в западной традиции касаются одним из самых главных примеров религиозного опыта западной традиции. Если вы как-то не знаете очень хорошо, что это такое духовное упражнение, кто это был, святой Игнатий Лиоли, я надеюсь, что с разными примерами текста это будет более-менее понятно. Моше Идель, один из величайших специалистов в области еврейской мистики, определяет мистическую практику как усилие, направленное на то, чтобы на мгновение испытать преображение человеческой природы. С богословской точки зрения мистическая практика — это поиск, который человек предпринимает, чтобы обрестить иную, лучшую, совершенную идентичность. Человеческая идентичность, преображение конкретным мистическим опытом, выходит со рамки материальных аспектов, подповседенности и воспринимается как близкая к бессмертнюю и эпсеведеннюю. Поиски преображения идентичности подразумевают полярность между божественной природой, совершенной, евневременной, то есть Богом, другим, абсолютным, как мы бы его ни назвали, и нашей человеческой природой, которая воспринимается как нечто несовершеннее и бременное. Этот дуализм совершенного-несовершеннего приобретал разные антенки в истории религии. Порой он драматически акцентировался, например, в гностисизме и в некоторых формах платонизма, и что превращало мистический опыт в призвев решительно выйти за рамки материальности и бременности этого мира, и чтобы войти в мир небесный и истинный. Мистический опыт преподлагает радикальное преображение человека, дабы он и смог постыкнуть этот небесный мир. Согласно разным древним текстам, «Человек либо превращается в ангела, либо вновь обращает свою изначальную арамическую природу, либо возводится во священство на небесах». Это типичные такие образы, особенно еврейские мистики. «В любом случае мистическая практика стремится сократить дистанцию между божественным и человеческим, и чтобы бременно приблизить нас к желанию идентичности преображения нас в неё». Несмотря на то, что обе реальности, скажем, божественная и человеческая, противопоставляются друг другу, мистический опыт как раз и должен служить эсерезвам, позволяющим этим реальностям встретиться. Это можно сказать о эмблематических персонажах еврейской мистики Меркаби. Например, вы знаете о Энохе Метратоне, Аврааме, Аякове, Моисее, Мельхиседеке, которые обратились в небе кем-то ещё. Или о тех же героях литературы Хехалот, тоже известная литература еврейской мистики, Раби Акиве, Раби Исмаэль. И здесь я в еврейской апокрифе, известной со своей славянской версией, как и вторая книга Эноха, читаем один пример, о том, что случилось Энох, когда он попал в небо и встал перед лицом Господа. Вы можете там прочитать. Это можно сказать и о воскресении Иисуса. «Понимаем, как вас шензвие на престол и помасание на царство», это значит преображение, «на невесах», или о том же Павел Истарца, который идентифицирует себя со славой Божией, отражением по кресте, преображенном на невесах. Это тоже от Павла, но такие типичные еврейские предметы или мотив еврейской мистики. Это можно сказать и тоже в католиченском мистике о Хильдергарде Бенгенской, которая в 1 сантом веке писала Вернарду Клерваскому. Такой следующий текст. Но то, как она пишет, картина, конечно, это Тереса Авинского, но как не нашел другую картину, как она описывает свой опыт мистический. Примеры из всевозможных религиозных традиций можно умножить. В рамках католической традиции, которую я представляю, я не могу ни упомянуть мастера Эхарда, Франсиса Асинского, Тересу Авильскую, Иоанна Криста, Тересу Мелосенца Иисуса, Игнатия Лойола. Во всех этих случаях и встреча и в боженственными свойствами эта идея, позволяющая не только представить абсолютное другое, но и вообразить совершенную природу человека, к которой стремляются некоторые люди. После всего сказанного, признавая, что консенсус в этих вещах невозможен, я бы хотел все-таки определить мистический опыт как такую ситуацию или момент, который находится со пределами обычного восприятия и в котором субъект вступает в контакт с новыми сторонами реальности, воспринимаемыми как глубина или полнота. Эта встреча с боженственным может означать расширение границ сознания человека, который, возможно, сумеет выйти со пределами субъекта-объекта от воинственности, так или иначе, ощутив идентичность со своим представлением от абсолютного или другого и как следствие испытывает глубокое эмоциональное вольнение, которое появляется как чувство покоя, испуга, страха, наслаждение или восхищение. Уильям Джеймс обращает внимание на то, что опыт может быть маленьким или незначительным, но может быть при этом совершенным событием. И в том смысле, что пока он делится, ему принадлежит и вся реальность в этом опыте конкретицируется и вся сила, которая движет миром. Задав этот небольшой и неполный контекст, имеет смысл задуматься о роли духовных упражнений святого Игнатия в истории западной мистики. Сам собой и встает ряд вопросов. Как осуществляется встреча человека с абсолютным и в духовных упражнениях святого Игнатия? Какому типу преображения субъекта способствуют духовные упражнения? Какие средства способствуют этому преображению? Тем не менее, далее я постараю дать ответ на первый фундаментальный вопрос. Являются ли духовные упражнения процедурой, ведущей к мистическому опыту? Какому типу преображения способствует эта книга классическое произведение западной духовности? И в начале своей книги святой Игнатий дает то, что мы называем начало и основание того опыта, к которому приступает субъект. Это начало и основание можно было бы назвать антропологической базой на которую опирается Игнатий. И кто такой человек? Каков смысл его жизни? Как выполнить человеческое призвание? Ответ на этот вопрос совпадает с тем преображением, к которому и стремится упростняющийся. здесь вы найдете вот этот текст начало и основание, как это ваше духовное упражнение святого Игнатия Луиода. Смотрите, я покрестнил для того, а все остальное ради, для того, какое-то направление, куда мы идем. И потом тоже я покрестнил несколько глаголов, которые оказываются особенно важнее. Согласно антропологической концепции святого Игнатия, все силы и способности человека направляются к Богу. Это уже крестьянская концепция. Для этого ему необходимо, во-первых, признать неустранимую дистанцию, которая пролегает между ними, и, во-вторых, как следствие абсолютную зависимость, которая связывает человека с дворцом. Отметим три вазовых позиции, которые упоминают святой в связи с отношениями между человеком и Богом. Это хвала, почитание и служение. Каждая из этих позиций подчеркивает дистанцию и зависимость между человеком и Богом. Человек признает себя отворением по отношению к отворцу, занимая позицию не только подчинения, но и благодарности. Человек понимает, что всё, что он имеет, это безвозмездный дар Божий. В этом и состоит конечный опыт духовных упражнений, выражения и так называемого «сосерцание ради обретения любви», который находится в конце этого опыта. Итак, превращающее ядро опыта духовных упражнений создаётся не только признанием этих отношений между человеком и Богом, для чего был создан человек, но и второй частью начала яснования, которая отражает отношения бежи человек, для чего были созданы остальные вещи, духовные упражнения имеют силу воспитать чувства человека, и чтобы он пользовался средствами постольку, поскольку они ведут его цели, ради которой он был сотворён. Человек должен пользоваться или не пользоваться вещами, как отворениями, мостами, ведущими к Богу, они как отворениями, целями. Духовные упражнения святого Игнатия нацелены на достижение свободы или бесстрастия. Такое свободы или бесстрастия, чтобы не попадать в ловушку ни к кому нечему. Это свобода ад как условие свободы для выполнения человеческого призвания. Если человек не свободен или не бесстрастен перед лицом прочих вещей, скажем, деньги, денег, здоровья, дружбы, привязанностей, то он не сможет связать себя с Богом и хвалой, почитанием и служением. «В то, в какое определение духовных упражнений в краткой форме дано в первом примечании к им». Вот этот текст, где святой Игнатий определяет, что это такое духовное упражнение. Итак, духовные упражнения можно определить как эшколу чувств, чья цель избавода или бесстрастие человека для признания и исполнения боли Божьей. В этом смысле преображение субъекта в духовных упражнениях очень сильно отличается от того опыта, который мы вначале определили как мистический. Духовные упражнения — это нет момент огромного овострения чувств, когда субъект выходит со рамки бременного и материального, дави соединиться с другим или абсолютным. Духовные упражнения не преподлагают такого превращения субъекта, в котором он обоживается или превращается в ангела или чувствует, что соединился с небесными серафимами. Духовные упражнения — это процесс, школа чувств, которую проходят шаг за шагом, чтобы стать свободными перед лицом чувств, чтобы научиться различать, избирать и исполнять боль Божия. духовные упражнения нацеление не столько на преображение субъекта, сколько на то, чтобы он исполнил свое призвание и дворение, будучи свободным и щедрым перед лицом Бога. Чтобы еще больше подчернуть разницу между духовными упражнениями и мистическим опытом описанием в разделе контекст, я кратко представляю основные моменты процесса преображения субъекта, выполняющего духовные упражнения. в целом по саммислу духовные упражнения делятся месяц. Целый опыт духовных упражнений это целый месяц. И книга духовных упражнений преподлагает примерно 150 часов или упражнений, каждое упражнение это часть молитвы, из этих 150 упражнений или часов 125 повторяют другие упражнения, то есть не дают новых предметов молитвы, то есть преподлагаемая динамика заключается в углублении персонификации и ассимиляции ассимиляции воспительного процесса. Духовные упражнения проходят в четыре этапа, которые Святой Игнатий называет неделями. У каждой недели или этап есть своя задача. Ее выполнение позволяет перейти к следующей неделе. Антропология, на которой строятся духовные упражнения, преподлагает полную открытость субъекта этому воспитательному процессу. Разум, воля, воображение, чувство и все в человеке готово к переживанию каждого упражнения и к совершению каждого этапа этого опыта. в каждом упражнении наше нами движет желание, которое мы стремимся воплотить. Воплотить. Это желание мы можем называть по-разному. Или цел, или задача, или дела. По богословии мы будем называть благодать. в этом смысле важно сознавать, что человек не приступает к каждой молитве в нейтральном состоянии. Человек ищет и желает определенной благодати или определенной цели. Он желает этот цели и молится, чтобы Господь отдал ему вот эту благодать. Святой Игнатий описывает эту динамику в каждом упражнении как «Испрашивание у Господа Бога того, чего хочу и желаю». Контекст каждой благодати, о которой мы просим, задается уцердной приготовительной молитвы, которую необходимо совершать в начале каждого упражнения и которая вном напоминает нам о цели духовных упражнений. Это приготовительная молитва, но там я подчеркнул тоже самая идея, но и все определяет человека, направляется к цели того, что получит эту благодать, о которой мы просим. Именно этот процесс обретения свободы и без страстия перед лицом творения обус вливает четыре основных моментов духовных упражнений. Я их кратко перечислю. Во-первых, первая неделя или первый цел просит о великой и глубокой скорби и о лесах сокрушения со грехи, прежде всего со звои, но также со метаисторический грех. Это по-крестьянству это история о ангелах, но это гордыня. И со исторический грех тоже христианское происхождение это самовошенствование Адама. Это страдающая совесть того, кто понимает, что все его чувства ориентированы на собственное удовлетворение и кто замечает недостаток свободы в использовании средств денег, здоровья, репутации, имущества и в своих отношениях с людьми, как я отношу с друзьями, к друзьям, к родителям, партнерам. Эти упражнения население не только на формировании у субъекта острого и наразвенного сознания, но и на благодарное отношение к Иисусу, который его искупил, отдав за него жизнь. Упраздняющийся не остается в состоянии скорби и сокрушения, но и стремится к благодарности. Эта благодарная признательность как раз и позволяет ему перейти к следующей второй неделе или цель. Вторая неделя цель — глубокое познание Господа, оставшего человека ради тебя, дабы сильнее возлюбить его и совершеннее исследовать ему. Упраздняющийся начал эту неделю с благодарностью и полным воодушевлением приступает к созерцанию тайн жизни Христовой. Идея в том, чтобы приложить все чувства зрения, слух осязание и вкус обоняние созерцая жизнь Иисуса и таким образом постепенно углублять свою близость с Крестом и учиться чувствовать и действовать как Иисус. Вершина этого процесса достигается от вояков. С одной стороны, посередствуем желания выраженного в беседе 167, как там написано, и с другой стороны, в процессе выбора жизненного положения, которое начинается на этом этапе. После того, как мы выполняем эту этапу, мы можем продолжать дальше на третью неделю. Цель достигнуть большей близости с Иисусом и больше Ему уподобиться, страдая вместе с Ним. Христо просит о скорби за Крестом, полной скорби и сокрушений со Крестом и так дальше, как написано там. Мы чувствуем печаль, бессмысленность, пустоту вместе с Крестом. Все эти упражнения очень чувствительные, но мы стараемся как-то страдать, переживать с Ним. Только обретая этот опыт, мы приблизимся к финалу пути этой школы чувств. Это уже четвертая неделя. Цель признать Иисуса воскресшего, не только созерцая отрывки Евангелия, но и обретая опыт диалога с Богом и любви к Богу. Мы чувствуем себя живыми, признавая все даром Божьим и созданную жизнь приношением Богу. Школа ЧУС исполнила свою задачу, о чем так красиво сказано в знаменитой молитве святого Игнатия. Знаменитая молитва там на западе, где не только есуит, но это да вообще красивая глубокая молитва. И здесь я закончу, но главное отличие между духовными упражнениями святого Игнатия и мистическим опытом заключается в том, что духовные упражнения это превращающий процесс, который можно определить как эшколу чувств и который требует кроме помощи Божьей еще и терпеливого упорного труда упростняющегося. В мистическом же опыте процесс превращения сосредоточен в одном миги великого напряжения чувств и где границы я разворяются в безграничности другого или абсолютно. Таким образом перед нами совершенно разные перспективы. Говорит о мистическом опыте в духовных упражнениях как надо отличать обе перспективы. И только в конце духовных упражнений святого Игнатия дает нам возможно идти внутри западную традицию духовную.